здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 1 апреля понедельник прежде всего хотел поздравить вас дорогие друзья с прошедшей пасхой и пожелать всего наилучшего но учитывая что христос воскресе мы вправе ожидать что теперь будет и будут перемены к лучшему и они есть на лицо сегодня о некоторых из них причем весьма существенных я вам расскажу но начать хочу с эксклюзива я рассказывал о том что украины есть замечательные друзья бойцы невидимого фронта это не разведчики не контрразведчики а те кто добывает на просторы всего мира неизвестное официальное огромные запасы оружия прежде всего боеприпасов и поставляет их в украину и что характерно никто из них не дает интервью об этом мы тоже поговорим это очень важно то есть это не шпионы и не контр шпионы это просто друзья украины но жизнь у них опасно и сложна и вот некоторые сообщения на предмет буквально последние недели прошло тревожное сообщение что трое из этих друзей украины которые работали как раз по чешскому проекту поставки в украину снарядов это люди из польши и вот на территории польши они были отравлены судя по всему ну судя по всему это трое из них которые занимаются одним и тем же делом уже третью неделю находится в коме то есть подозревают очень серьезное отравление четвертый тоже польши рассказывает что в аэропорту к нему подошел человек который что-то ему произнес на русском потрепал его по плечу и где-то через несколько минут этот человек получил сердечный приступ и сейчас восстанавливает свое здоровье и жизнь спасает одно без госпиталей нечто подобное произошло с четвертым но уже не в польше в эмиратах в общем там в том районе в районе эмиратов и дело было тоже в аэропорту и тоже кто-то его там толкнул но не сильно нечаянно в толпе и совершенно здоровый человек который никогда в жизни не жаловался на здоровье в тот же день буквально через час загремел в госпиталь то ли с инфарктом то ли с инсультом точно я не знаю то есть очевидно идет охота российских спецслужб за теми людьми которые оказывают поддержку украине в плане поставок оружия пока взялись за те которые работают в восточной европе для людей которые работают с америкой с великобританией германии франции пока судя по всему лубянка не не смеливаться не смеливается добраться но потому что хотя и мы сказал что эти люди не являются сотрудниками спецслужбы это так и есть но они работают естественно в тесном контакте с соответствующими структурами соответствующих западных государств иначе они бы просто там не оказались не занимались тем чем они занимаются и как принято в мире тайном мире каждое острое действо вызывает за собой противодействие так вот в ответ за покушение на одного из этих людей которые вот получили инфаркт буквально через неделю в в турции был сбит автомобилем вот тот который потрепал по плечу одного из вот этих бойцов невидимого фронта в эмиратах но и российские спецслужбы понимают что то есть боятся опасаются связываться с представителями кто то тех кто связан с крупными западными государствами но тем не менее как видите война переходит новые рубежи в новое качество но она принимает глобальный глобальный характер появляются все новые формы и методы работы но ничем хорошим это для москвы не закончится сейчас как мы знаем в мусульманском мире отмечается рамадан и вот есть наметки о том на то что по окончании рамадана должны произойти в россии важные события важные события связанные с тем как российские спецслужбы захватывали тысяч четырех таджиков которые подразумно подозреваются в совершении теракта в крокусе крокус сити тем как они с ними обращались и в этой связи сегодня как гром среднеясного неба сообщение сообщение reuters по поводу того что иран подтвердил о том что за несколько дней до теракта в крокус сити иранские спецслужбы поставили в известность москву о том что этот тракт готовится то есть помимо соединенных штатов великобритании еще трех западных стран теперь иран эти какая невероятная компания их никак не заподозришь в сговоре том что они в одной команде и на одной и плывут в одной лодке иран предупредил о том что готовится тракт в крокус сити и что его будут совершать представители игил к игил хорасан откуда поступила информация дело в том что я вам об этом рассказывал в январе этого года игил хорасан совершил тракт в одном из иранских городов там была то ли похоронная то ли за упокой какая-то траурная церемония собралась масса людей в результате теракта погибло 100 человек и до этого 22 году тоже была очень серьезный такой серьезный теракт на территории ирана опять игил хорасан но тогда помимо погибло меньше там где-то около 10 человек по данным иранских спецслужб и они сообщили это в москву операция будет осуществлять то есть тракт будет осуществлен скорее всего таджиками почему таджиками потому что я вам об этом говорил иран прекрасно знает что одной из баз игил хорасан на территории бывшего советского союза и вообще одной из основных баз является именно таджикистан я вам говорю что на таджиков специально работает радиостанция и они являются самыми вот такими боевыми неизвестно то ли они по природе такие то ли это результат воспитания через эту радиостанцию но факт остается фактом то есть оказывается что игил хорасан это очень активная организация и против россии она совершала как я вам говорил теракт это было в сентябре 5 сентября 22 года а причина причина вера вероисповедания то есть игил хорасан это суниты иран это шииты и это страшная ненависть которую питают игил хорасан против шиитов вот он вот все это все это объясняет ну а теперь дальше значит в результате после вот этого теракта в январе иранские спецслужбы арестовали 35 человек включая главая игил хорасан в афганистане ходе допросов они рассказали то есть это вот буквально недавно было о том что готовится теракт в москве и о том что люди уже выехали вот это все и сообщил иранцы в москву и теперь получается интересная картина ну ладно значит бледная моль кремлевская не поверила американцам британцам и другим представителям западных разведок посчитав что это шантаж или угроза с их стороны совершить самим теракт в россии или запугать российское руководство чтобы заставить его что-то там сделать или поменять свою позицию по какому-то вопросу ну наверное скорее всего по украине но теперь ближайший союзник жизненно важный для москвы союзник который поставляет и оружие без которого они бы стреляли возможно иногда луками стрелами сообщает им то же самое и опять происходит невероятное бледная моль оказался еще и окурком он и этим не поверил он наверное заподозрил ну как сталин выдумал все что угодно лишь бы не узреть очевидное что гитлер собирается напасть так и этот видимо он смекнул что если американцы об этом говорят то наверное американцы это подбросили иранцам или подкупили иранцев иранцы то есть не свою песню поют они через иранцев американцы сплавляют ту же самую информацию до москвы и таким образом получается что то что произошло крокусити это результат головотяпства неспособности адекватно оценивать ситуацию и принимать адекватные решения одним единственным человеком этот человек путин потому что дальше было все как по накатанной то есть главный суарон властелин мордора сказал что это провокация и все остальные под ним после этого как это принято в таких государствах больше не смели и пикнуть о том что готовится теракт так уж заведено со времен советского союза так было при сталине прибрежневой правда и чуть позже при гормачеве не так было а вот при сталине при хрущеве все было одно и то же и сейчас это одно и то же таким образом российские люди должны совершенно четко понимать что вот то что произошло в крокусити главный виновный это путин это из его головотяпства неспособности принимать адекватно оценивать ситуацию принимать решение адекватное из-за него погибло сколько там уже по моему 140 человек и по 200 ранено вот собственно говоря такая ситуация и это как раз вы видите полностью совпадает с тем о чем я говорил с самого начала поэтому я думаю после того заявление иранцев по этому поводу все любители конспирологических теорий и там поиска людей в сером все в синем верхе и в джинсовом низе они должны наконец-то успокоиться должен сказать по большому секрету что те кто вот там фигурирует на различных видео из крокус холла из кроку зала во время теракта все в синем это представители моссад настоящие представители фсб там они все должны были отличаться розовыми кальсонами и друг друга отличать у каждого специальный датчик наводишь на нижнюю часть тела и видишь эти кальсоны если розовое все нормально вот да это так до всяких случаях это шутка на самом деле иностранные наблюдатели сообщая об этом специалисты эксперты говорят что вот это заявление еще остро поставил вопрос что происходит с российскими спецслужбами это еще один дичайший их провал но собственно не полный не такой страшный если его сравнить с тем провалом который произошел после массового вторжения в феврале 22 года тогда еще больше был провал полная неадекватная оценка ситуации в украине и того что может достигнуть это так называемая специальная операция отчего до достигнуть не может ну и дальше очень интересное очень интересное событие которое произошло вчера признаюсь вчера с утра я решил послушать соловинный помет ну чтобы посмотреть что там творится в сумасшедшем доме они обсуждали увольнение секретаря совета национальной безопасности и обороны украины и назначение на эту должность александр литвиненко шефа службы внешней разведки украины ну кратко рассказывали о нем о том что он закончил академию вернее он поступал высшую школу кгб а когда у него оканчивал девяносто четвертом что ли году девяносто третьем то там было уже фсб или фск там фск год или полтора существовала после развала советского союза потом она перешла уже то есть перри ее переименовали в фсб изучал там криптографию то есть человек безусловно с аналитическим складом ума видимо математик потом получил он образование еще он учился в нескольких западных странах одна из которых опять-таки если не меня не изменяет память великобритании ну короче говоря на фоне тех кто остальных сейчас занимает ответственной должности в команде зеленского но это просто звезда пленительного счастья как они как они его и почему назначили большой вопрос и поэтому сразу же поплы поползли слухи что его в народе что литвиненко назначили для того чтобы он обдумал план каким образом пойти на договорняк с путиным то есть капитуляция самое главное вопрос как ее преподнести и как ее какую упаковку ее завернуть но вот я слушал это и меня не покидал вопрос вот есть какие-то священная как будто священная корова есть какие-то странные имена которые россияне боятся вернее орки боятся называть в суе это почти как по библии не называй в суе и среди них это фамилия ермака вот я помню однажды в одном из своих видео я высказал эту мысль и буквально через два дня два-три дня на соловьином помете прозвучало это имя вскользь там одно из чучел подсадных которые подают реплики которые ему скажут назвал это имя и в ответ соловьев тут же подает реплику кто ермак это идиот все назвал он выполнил свою миссию дальше пошло и опять и опять значит как то это все дело заглохла с тех пор никто в суе это имя не называет но я очередной раз об этом всем подумал и потом как гром среди ясного неба министерство иностранных дел российской федерации сатанистской организации в пасху делает внезапное представление ну так народе можно назвать предъяву украине на основании агенция конвенции международной конвенции о борьбе с терроризмом 2 конвенции о борьбе с финансированием терроризма и в этой связи выдвигаются требования то есть документ он настолько чудной необычный что его нужно разбирать вот буквально по косточкам по абзацам и предложениям чтобы так оценить вообще все состояние что там мозгах происходит и вообще в какой ситуации они считают что они находятся и что они видят дальше ну вот смотрите давайте пройдемся потому что это конечно песня кровавый террористический акт произошедший 22 марта в красногорске и потрясший весь мир далеко не первая террористическая атака на нашу страну за последнее время это пишут люди которые которые террористические атаки совершают каждый божий день с по крайней мере с февраля 22 года и следы всех этих преступлений ведут в украину это они установили в результате правил проведения всестороннего расследования всестороннего подчеркиваю которая заняла аж целых девять дней за девять всесторонние и определили там следы они не определили факты они не определили доказательства не их не нашли судя по всему иначе бы они их здесь привели хотя бы один они нашли следы но следы первый нашел путин не надо было девять дней ждать через 19 часов после совершения таракта он уже нашел след и сказал это мифическое окно куда якобы ехали эти таджики террористы я пока пока так сказать подозреваемые террористы то есть вот уже в этом в этом в этих первых двух абзацах уже видно что это все фанера как называли у нас в информационно-аналитическом подразделении внешней разведки кгб это когда все шито белыми нитками дальше они приводят другие они же не говорят то есть это придя предъява делается в связи с террористическим якобы актом в крокусе но тут же переходит на все преступления подобного рода которые были якобы совершены среди них ну тут дугина татарский затем прилепин его водитель прилепина и внимание взрыв крымского моста это тоже террористический акт ну тут только идиотам непонятно что это никакой не террористический акт крымский мост это незаконное сооружение построено захватчиками на незаконно захваченной территории которые уже все объяснили и украины западные союзники этим оркам о том что это вполне законный объект для поражения они его тоже сюда и включили ну и дальше идет убийство увечья как будто они этим не занимаются как будто это не является главной целью их не за нескончаемой террористической операции которая длится с февраля 22 года и эти десятки тысяч мирных жителей украинских включая женщин детей то же самое они этого не замечают короче говоря перечисли вот это все они требуют выдачи всех лиц причастных к этим терактам то есть крокус он не выделяется в отдельный теракт это все так сказать по совокупности и сразу же это говорит о том что их идея о том что крокус терроризм теракт в крокусе ведет в украину не имеет под собой никаких доказательств даже серьезных оснований нет абсолютно нет иначе они их здесь описали они вот взяли всякую муть сюда сбросили включая взрыв на крымском мосту ну и дальше требует выдачи всех но называют одного малюка который 25 марта цинично признал что украина организовала взрыв крымского моста ну а потом раскрыл якобы детали организации других терактов на территории российской федерации нужно касается малюка я могу только так вот кратко сказать договорился тут правда уместно другое другое слово более звучное и более подходящие к этой ситуации потому что сколько раз говорил обращаясь внимание прежде всего на буданова но кто бы ему рот бы закрыл потому что вот вся эта писулька которая подготовила этот самый мид оркостана или мордора она вся основана на интервью самых медийных к самому медийного разведчика в мире буданова ну а малюк он он где-то его понимаю он терпел 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 его душила душила жаба его душила слова буданова и он и его все таки и остапа все-таки понесло и он дал это интервью но и теперь так по большому счету украина должна быть обязана и вот этой нотой требованием российского мида украине но эта фигня конечно эта бумажка который можно было использовать по назначению как туалетную бумагу так по большому счету но какое-то количество жителей то есть какое-то количество жизней вот это унесет потому что что-то они предпримут что я скажу дальше и вот эти жизни будут на совести вот этих самых медийных разведчиков в мире буданова и примкнувшего к ним малюка потому что но не делается это не делается вы когда-нибудь возьмите хоть на мордор они хоть тупые но они они понимают чего нельзя делать ни в коем случае нельзя болтать языком даже о том что ты сделал когда-то вот возьмите судоплатова кто не знает это именно специалист по терактам во времена нквд сталина он об этом рассказал уже когда советского союза не стало ему уже было там за 90 лет страна исчезла а это идет война проводятся остальные операции просто нет слов я даже так вот подумал понимаете у меня вот в души с профессиональной точки зрения этот идиотизм может им вот пока пока администрация зеленского существует может принять какое-нибудь постановление закон правило о том что всем на все назначаемые на руководящие должности в украинских спецслужбах им нужно делать обрезание лишней плоти не той которая вот в библии там описывается некоторым обрезание еврейских мальчиков подвергает а языка потому что это у них лишняя плоть за которой будут страдать люди о чем я поговорю дальше так просто то есть худший вариант тут не просматривается но будет 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 нехороший вариант но и дальше нарушение украины своих обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет за собой и международно правовую ответственность это пишет мид государства который главный главарь это так урок бледная моль у него висит выданный международным судом ордер на арест за совершенные преступления краткий анализ этой бумажки то есть это слив воды слив воды суда не подавать не будут потому что у них ничего нет они вот взяли все вскомкали чтобы что-то сделать слепить какую-то фигню ну чтобы как-то отрига отреагировать прежде всего для внутреннего внутренней аудитории чтобы people там вот в мордере схавал ничего большего главное в этом замести замазать скрыть что в этом теракте виноват прежде всего только что избраны на очередной срок окурок или бледная моль вот главная цель то есть якобы нашли ну там всевозможные пометы средства массовой дезинформации впарят people то что ему надо знать people проглотит это схавает выполнит выполнить свою должность свою роль этот так называемый документ ну и тот факт что они ничего не знают он свидетельствует о многом потому что они хотя бы из публичных источников должны были бы знать вот прежде чем объявлять украину виновной в этом деле они хотя бы должны знать или помнить как осуществляется процесс принятия решений по крупным спецоперациям в украине они знают но немножко дальше об этом расскажу о том что это значит еще что означает этот документ но они если бы у них была надежда действительно это дело раскрутить я напомню что вот когда американцы вторглись то есть разнесли режим саддама хусейна при президенте буша младшим помните они сделали это под предлогом значительной степени под предлогом что там якобы есть оружие массового поражения его не нашли и потом был разбор полетов это был провал американских спецслужб он шел несколько месяцев отчет у меня до сих пор лежит он занимает но вот такой фолианс отчет по этому вопросу это так сказать итоговый документ а то что было положено в основу этого итогового документа там тома целые тома а здесь девять дней все ими ясно но сказать нечего о чем это говорит говорит что путин спешит кремль спешит у них даже нет надежды на том что они что-то раскопают им надо склепать что-нибудь побыстрее ну мы можем только догадываться почему он спешит и почему он не взял ну так в принципе для своего пипла он мог сказать мы ведем широко действительно глубокое расследование и где-нибудь год его и проводил бы за время все был как-то так заиграли вы все забыли потому что масса других сообщений было но нет нет ему что-то надо сделать сейчас вот она сделал почему он может спешить ну допустим вот айриш таймс это иранская и простите ирландская газета которая выходит для ирландцев проживающих соединенных штатов америки нормально нормальная газета она положительно оценивается критиками то есть это информационная какое-то там желтое чуть чуть издание который помешает помещая там всякие чернухи а это серьезное издание вот недавно опубликовала статью по поводу того что с китаем но они вообще сформулировали там чуть ли не война назревает но война это слишком это они так для заголовка кликабельного написали а на самом деле речь идет о том что достал путин товарища си просто достал и последнее время мольбы о помощи экономической военной из кремля поднебесную стали настолько визгливыми а иногда и они как бы так переходили через черту притча член не требования типа я вам рассказывал эту историю они теперь себя позиционируют как мы во щит то есть раша это как бы щит который закрывает защищает китай от страшной америки и под это дело начали уже требовать помощь китайским товарищам это согласно газете надоело и они сказали вообще вы перекроем всю помощь если вы будете так себе вести ну и принципе дать значительной степени свернули я вам рассказывал про банки 4 крупнейших и так далее северная корея как-то свернула свою помощь москве кстати недавно вот в западных сми был опубликован анализ спутниковых снимков сделано значит понятно сверху территории кореи и она вся обнесена ну не то что проволокой а заграждениями для того чтобы корейские граждане от своего счастья от того рая в котором они живут массами толпами не бежали в соседние страны так вот обратили внимание сравним с предыдущими что все там вот где дыры были по которым народ время от времени сваливал в китай все они заделаны и вообще кругом по периметру единственно была бы не какая-то дыра по которой корейцы бежали в россию но и она уже как-то так вот сжимается поэтому с помощью хуже значит с нефтью тоже хуже становится затем возможно путин учуял ведь он об этом рассказывал принимал решение на днях до сегодняшнего дня сегодня знаковое дальше я вам расскажу знаковое событие случилось то есть может он нюхом почуял что все таки вот сейчас вот вот и будет принято принят закон о помощи украине на 60 миллиардов долларов и что европа вот-вот выйдет на проектную мощность по производству боеприпасов других видов вооружения и поэтому он решил судя всего по всему но если так вот оценивать тайминг что ли время или то как было принято в попыхах не да ну ну совершенно сырая как это сказал самоделка я только могу объяснить что вот что то он хочет сделать сейчас на первых отмасаться побыстрее перед своим народом сказать все тема закрыта ну и совершить какую-то гадость какие гадости гадости тут самое страшное которое можно было бы опасаться наверняка не будут нового тоже особо ничего не может быть будет то что они делают вот уже где-то со второй половине марта то есть массовые бомбардировки может быть какое-то их усиление связи с тем что они ожидают что к этому кабу 1500 вскоре присоединится каб 3000 и в этой связи вот буквально накануне заявления мида мордора американцы обратили внимание американцы которые мониторит что происходит на пометах кремлевских москве вот обратили внимание что в одной из радиопередач там у него у главного салвина пометом есть молодой пометчик он объяснил что имел ввиду путин когда заговорил о перспективе создания станитарной зоны внутри украины ни воды ни канализации ни больниц они рассказали нам о своем плане это пишет американский аналитик которая также является планом создания миллионов беженцев и крупного экономического кризиса вот что они могут попытаться сделать и побыстрее еще вот я хотел бы остановиться на таком факторе ну я вам скажу честно вот как только объявили из кремля о том что украинский след у них просматривается я решил сыграть роль адвоката дьяволом ну давай то есть я решил надо проанализировать к это само украинский вслед чтобы так уж точно решить что его не было я не верил самого начала потому что бессмысленный совершенно ну и вообще почерк там самое главное но 5 западных стран великобритания соединенные штаты в письменном виде на всеобщее обозрение вот как это было накануне февраля 22 года зеленского тогда предупреждали здесь бледную моль кремлевскую предупредили о том что будет тарак даже окно показали даже сказали где это все будет но никак там не может быть украинского следа но тем не менее я решил решил посмотреть ну и меня навеяло еще почему есть фамилии которых не называют почему там фамилия только малюк по его там нет фамилии буданова почему в конце концов нет фамилии вещь понятно малюк он может быть исполнителем ну так если самое страшное по худшему варианту допустим малюк задумал страшную вот такую операцию которая 22 марта случилось нужно сам по себе не может сделать он должен доложить значит кто-то должен не утвердить и вот кто самый виновный но там только вот нашли козла отпущения малюк все почему да и и литвиненко теперь слышал в одном комментарии что литвиненко назначили ну потому что еще еще и для того чтобы его прикрыть он главное организатор оказывается был потому что он умный в отличие от буданова и малюка у него математика ну и свр организация которая работает за границей в то время когда сбу работает внутри то есть по ее профилю я рассказывал это еще до того как вот услышал эту глупость что свр не в россии не в украине такими вещами не занимается по природе там другие люди они не заставили выход они они бы не смогли это сделать ну вот то есть почему только фамилия где фамилия козырь ведь в москве знают как применяется принимается решение по крупным острым спецоперациям за рубежом или в отношении других государств и мы все это знаем и этот пример вагнер гейт поэтому если бы если бы украина в лице там малюка буданова задумали эту спецоперацию они должны были дала пойти на банковую и доложите его эту операцию кому естественно ермаку а кто у нас ермак да кто его только не знает что ермак у нас еще имеют псевдоним оперативный козырь а еще ермак оманский ермак оманский если хотите когда-нибудь по деталям на молекулы разберу вот этот оманскую операцию от которых по кстати он до сих пор не отчитался потому что вот по большому счету если бы президент соединенных штатов такое сотворил его импичменту подвергли и правильно бы сделали правильно бы сделали потому что результатом этого этой оманской операции стал антиконституционный переворот в результате которого к власти в государстве ну практически чуть ли не единоличной пришел человек которого никто не выбирал а назначил вот так по большому счету путин так вот значит доложили бы они козырю как во время вагнергейта а что происходит после этого а после этого или же делается звонок в москву первый вариант а во второй вариант это как вагнергейте козырь поручает зеленскому анонсировать что это он зеленский позвонил лукашенко и предупредил зачем это было делать может было проще сказать проще сказать главе гур которым был тогда бурба казать отменяем никаких спецоперации все и все но зачем же главу чужого государства ставить в известие в том что твои спецслужбы подготовили вот такую спецоперацию ну ладно короче говоря если бы теперь малюк вместе с буданов подготовили вот этот теракт они бы пошли доложили ермаку ну и дальше звонок севковичу не обязательно чтобы ермак это сделал там же была какая связь помните севкович звонит этому самому полковнику как его кулиничу да и дает ему задание назначить вот такого-то наумова агента фсб первым заместителем малюка мы все пожалуйста все это делается кто это мог сделать главный резидент козырь то есть опять таки через какую-нибудь там прокладку сообщить в москву о том что готовится такая спецоперация ну и все после этого вся подготовка спецоперации идет под контролем фсб и они знают о ней все и у них получается не этот паршивый какой-то несуществующий украинский след которого нет в помине а у них были бы явки пароли места встречи действующие лица были бы зафиксированы переговоры между ними фотографии и все тогда украине то есть это конец победоносной войне мордора против украины мордор после этого заявляет ну вы видите что творится именно поэтому мы вторглись потому что для нас существовала существовала смертельная опасность вы знаете какой бы куш они сорвали если бы это действительно готовила украина ее спецслужба значит можно представить другой вариант спецслужба российской федерации узнав опять-таки через козырь и через пятую колонну о том что это готовится не ставили задание то есть два варианта первое это из москвы поступает задание резиденту в киеве подготовить террористические акты он это все готовит тогда это под контролем фсб все это фиксируется или же сами по себе малюк с будановы подготовили опять уже на завершающем этапе информация уходит и опять все фиксируется то есть тут куда ни дерни куда ни дерни куда куда ни поверни всегда в любом случае если это дело этим делом занимались украинские спецслужбы об этом обязаны были знать в москве и собрать всю эту информацию если этого не сделано ну все значит этого не было но представить допустим что агент резидент козырь вышел из-под контроля в кино такое бывает ну тогда тогда все тогда все этому агенту тогда бы его имя сейчас стояла бы первым не малюк стоял бы там требовали выдачи ермака почему да потому что без его ну ладно эти исполнители самое же главное это заказчик заказчик тот кто контролировал тот кто дал название ну тогда по идее он должен был бы быть на первом месте обязательно да его нет и вот как-то так это все и вызывает недоумение недоумение но не то что недоумение для меня картина понятная который я рассказал самого начала это был игил о чем сказали сначала пять крупнейших спецслужб мира теперь это повторил еще иран который никак не может с ними войти в сговор и обе то есть с одной стороны с другой стороны был игил хоросан и в результате мы имеем бледную моль и окурок в одном лице который принимает идиотское решение в результате которого у него в стране возникает таракт и это для него ужасно ужасно потому что ну во первых свидетельство о том что как фюрер свое время потерял способность принимать адекватные решения и все это было уже близко к поражению так и гитлереныш это явное свидетельство о том что он опасен для своего государства ну а что касается я уже не буду вам рассказывать про те таракты которые проводят в это же время мордор других странах вот последние вы слышали да что в испании был ликвидирован максим кузьминов это тот вертолетчик который перегнал вертолет в украину там что последние данные правоохранительных органов следственных органов испании 6 выстрелов гильзы 9 миллиметров под под пистолета макарова макарова то есть в испании легче найти беретту хеклер и кок вальтер да ну что угодно макарова это специально же везли а потом по нему еще поездили на автомобиле и как заявил представитель испанских властей мессич этого убийства был литеракта я найду тебя я убью тебя я раздавлю тебя и унижу тебя и это убийство имела признаки аналогичных нападений связанных с кремлем вот такая вот ситуация господа поэтому что будет значит худшего варианта не будет с этой писулькой они никуда не сунутся но они теперь примерят усилят постарается усилить бомбардировки и с тем чтобы вот заставить заставить украину возможно капитулировать как можно быстрее потому что видимо они понимают что время играет против них ну и вот подтверждение того что не зря он торопится потому что вчера вечером воскресенье вечером спикер джонсон выступил в программе телекомпании fox от которой благоволит республиканцам одна из немногих крупных да пожалуй единственная крупных телесетей сша и наконец-то там были утечки немало за последние где-то 10 дней пока длились у них рождественские каникулы наконец-то он открытым текстом сказал все выходим мы с этих каникул на следующей неделе и ставим вопрос самый главный вопрос на повестке дня пакет помощи украине все он готов он решился ну почему он решился там были опасения со стороны демократов что какую-нибудь такую гадость туда засунут что она станет ну явно непроходной одной из таких гадостей был законопроект жесточайшие которые трамписты приняли еще в прошлом году в палате представителей и оттуда она никуда не ушла это считалось трампистский закон р.х. я не помню как он дальше два по-моему называлась то есть это был непроходной вариант но теперь нет то есть они кричали шумели по поводу спасения границ это был бы с такой самый самый противоречивый если бы они туда вставили вот в этот новый вариант законопроекта это могло бы опять затянуться до бесконечности теперь нет теперь там то что во всяком случае сейчас говорят анализируя его высказывания значит что там должно быть во первых там должен быть закон репо петицию о котором мы с вами подписывали и которая пошла по назначению именно туда разрабатывал этот законопроект майк макфол маккол который является председателем комитета по иностранным делам палаты значит туда включать должно быть включено право президента соединенных штатов конфисковывать российские деньги для того чтобы использовать их на помощь украине или прямо передать ее или закупать оружие там и так далее второе для того чтобы усмирить самых буйных трампистов которые вот что трамп скажет тут же они подхватывают трамп сказал что надо это сделать не в виде бесплатной помощи а в виде займа ну окей займ займ он не страшный потому что сейчас говорят уже что это будет займ который можно простить который будет беспроцентный то есть чисто формально назвать его не бесплатной помощью а займом она так удовлетворит эго трампа что вот они пошли я еще никто они уже следуют моим указаниям ну и третье третье приостановить решение байдена приостановить поставку сжиженного газа в европу которое было принято ну буквально несколько месяцев назад тоже я не вижу чтобы это был big deal там какая-нибудь страшное препятствие это чисто символическое препятствие почему байден дал принял это решение во первых для того чтобы посмотреть стоимость эффективность увеличение американского жиженного газа количество в европу оценка этого не проводилась 2008 года пора уже оценить для этого на время приостановить во вторых европейцы уже начали жаловаться что увеличение поставок вашего газа отдаляет перспективу перехода на абсолютно чистую энергетику пока есть дешевый этот газ зачем развивать более дорогую зеленую энергетику ну и третье в соображении администрации байдена было что растущие поставки сжиженного газа из америки за рубеж приводит к тому что в америке его становится меньше цены растут тоже не вижу я большой проблемы если это действительно если это действительно он сделает то что он сделает потому что буйное там есть там вот это тэлор грин которая она уже подала законопроект о снятии джонсона с должности но он пока не активирован просто так вот как мина замедленного замедленного действа лежит а она ничего не сделает против воли трампа трамп сейчас ситуация у него ну очень напряженная и куда его его мысль направляет предгодать трудно но и наконец самый такой смелый дерзкий вариант конечно джонсону хочет остаться хочется оставаться на месте на своем месте третий человек государства а для этого надо чтобы республиканцы имели большинство а сейчас как я вам рассказывал они уходят вот два человека сейчас уходят и так может получиться что в результате того что они уйдут если еще сейчас у них большинство будет в один голос в один всего-навсего еще один уйдет и все меньшинство теряется и и тогда спикером становится представитель демократической партии хаким джеффрис вот это будет вот это будет это катастрофа будет вот поэтому были наметки то есть демократ не то что наметки демократы прямо сказали что если ты или вы господин спикер поставите вопрос о помощи украине проведете его проголосуете палате представителей и он потом попадет на стол президента и ваши дружки республиканцы затеют вас снять то мы не дадим это сделать мы проголосуем за вас ну и тогда он остается на должности и не уже не будут помыкать так как это делали представители мага вот такая господа ситуация что я вижу видите христос воскресе не чистая сила сатана как-то так отступила и тут же пошли хорошие новости но во всяком случае из америки пошли хорошие новости насчет этой насчет пакета помощи украине а вот мордор мордор в смуте это смута конечно и вот этот это писулька так называемого мида российской федерации она отражает весь масштаб той ямы куда очередной раз окурок или бледная моль как хотите называйте загнал себя и свою страну вот на этом дорогие друзья позвольте закончить это видео пожелать вам всего хорошего слава украине и вооруженным силам враг будет разбит и победа будет за нами вам как обычно выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч дорогие друзья